Мы с вами изучим тему, которая называется «Ряды Фарея». Для этого нужно будет научиться сначала сравнивать дроби. После этого мы эти самые дроби выпишем некоторым определенным образом и увидим, что имеются совершенно замечательные закономерности. Эти закономерности и называются «законами Фарея». А ряды, которые мы выпишем, и есть ряды Фарея. Давайте сначала поговорим о том, что такое вообще дроби. Подскажем, что такое дробь век с ними. Да, говорите. Это два куска, которые взяли от фигуры, которая была разрезана на 7 частей. Действительно так. Мы берем какую-то фигуру, делим на 7 частей. Ну, можно сказать, не ровно, но смысл такой. Делим на 7 частей. И из этих частей берем две. Все поняли? Да. Ну, надеюсь, что это две седьмых. Две части из семи. А вот сейчас очень важная вещь. Я мог фигуру разделить не на 7 частей, а на 21 частей. Это дело это очень просто. Каждую из семи частей можно было разделить на 3 части. И тогда, чтобы взять ту же самую, те же самые вещей, я на самом деле мог взять, сколько из тематических? Шесть. 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 Двадцать первых. Смотрите, что такое шесть? Шесть. Это 2 умножить на 3. Это 2 умножить на 3. Что такое 21? Это 7 умножить на 3. Таким образом. Таким образом. Это же можно было не только для двойки семян. Таким образом, есть очень простой запись. Какую дробь вы не возьмете, можно числитель и знаменатель умножить на одно и то же число. Значение дроби от этого не изменится. Это основное свойство дроби. Основное свойство дроби мы сегодня будем использовать. Что я должен сейчас сделать для того, чтобы рассказать о том, что такое авторитет? Выписать первый ряд вариантов. Он выписывает тоже множество. Это дроби со знаменателем 1. Ноль первых меньше, чем одна первая. Первый ряд вариантов. Дальше. Второй ряд вариантов. Он включает в себя первый. Но при этом должны еще присутствовать все дроби со знаменателем 2. Какая дробь со знаменателем 2 между нулем и единицей? Две первых. Нет. Две первых – это двойка. Двойка больше, чем одна первая. Да? Одна вторая, конечно. Давайте это напишем. Ноль первых меньше, чем одна вторая. А одна вторая меньше единиц. Сейчас третий ряд вариантов. Давайте посмотрим, какие будут добавлены. Всего три. Одна третья и две третьих. Как Вы считаете, если мы взяли отрезок, то как примерно выглядит одна вторая? По-моему, вот так. Правда? Да. Одна вторая выглядит примерно вот так. А как выглядит одна третья? Я… Ну, может, мне же не ровно. Правда? Правильно написал? Правильно. Правильно. Что это означает? Что это означает? Это означает… Вот это вот слово. Две третьи. Это означает, что одна вторая больше, чем одна третья, но меньше, чем две третьи. Поэтому я так напишу. Одна третья, одна вторая, две третьи и одна первая. Вот у меня одна четвёртая, это больше, чем одна третья или меньше? Больше, меньше. Одна четвёртая или одна третья? Меньше. Одна четвёртая, это на самом деле половина от одной второй. Согласны? Да. Да. Значит, четвёртый ряд хорей я тоже легко могу получить. Одна треть, одна вторая, две третьи, три четверти, одна первая. Значит, почему? Потому что эта дробь, это… Я боюсь, что немножко я недооценил ситуацию. Давайте сделаем так. Я нарисую длинный-длинный отрезок и попытаюсь на нём показывать ввод. Так, вот отрезок. Давайте я его разделю в полу. Разделю его ещё в полу. И каждую из частей я разделю ещё в полу. Так, сейчас подпишу. Значит, здесь у меня должна быть одна вторая. Одна четвёртая, одна восьмая, три восьмых, три четвёртых. Это что? Так. Это будет сколько? Сколько? Одно. 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 Семь восьмых. Отлично. семь восьмых. Слушайте интересно. Я сегодня дойду до шестнадцати? Или нет? Я творею я для шестнадцать. Давайте будем оптимистами, хотя я не уверен, что сложно. Вот это вот вам шестнадцатая. Это вам шестнадцатая. То есть, пожалуйста, одна шестнадцатая, три шестнадцатых, пять шестнадцатых. Девять шестнадцатых. Один шестнадцатый. Один шестнадцатый. Ой, я пустил. Здесь было девять шестнадцатых. Один 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 шестнадцатых. Кстати, ужасно. Так, 16 делить надо это сколько? Это 5 с чем? Правильно? Это 5. Значит, эти 16... Раз, два, три, четыре, пять. И еще немножко. Здесь я пишу одну треть. Так, хорошо. А как взять две трети? Это надо, на самом деле, не 16 делить надо, а 32 делить надо. О, 10 и еще что-то. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И здесь. Вот так вот. Две третьих. Отлично. Две третьих и две третьих я, между прочим, сумел изобразить. Так, какие еще бывают дроби? Бывают дроби со знаменателем пять. Интересно, смогу я ее красиво изобразить на рисунке? Делим на пять частей. Вот опять считаем 16. 16 делить на пять. Сколько будет? Пять с чем? Три. Три с чем? Три и еще одна пятая. Считаю. Три и одна пятая. Это вот здесь. Дробь одна пятая. Шесть и две пятых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть и две пятых это вот здесь. Две пятых. Здесь, три пятых вот здесь. Господа, заметьте, я весьма старательно проставляю дроби. Так, и четыре пятых. Так, четыре пятых. Это сколько у меня будет? Если одна пятая, это три, и одна пятая. Там у меня будет двенадцать и четыре пятых. Так, двенадцать и шестнадцать это вот здесь. И четыре пятых это вот здесь. Более или менее видно, что у меня равномерно? Вот эти, между красными, более-менее равные участки? Да. Видно. Значит, двенадцать и четыре пятых я тоже расставил. И, кстати, я теперь могу написать пятый ряд творения. Что такое пятый ряд творения? Ноль вверх меньше, чем одна пятая, меньше, чем одна четвёртая. Ну, дальше соображаем. Одна треть, а потом идёт дробь две пятых. Значит, я так и пишу. Одна треть, потом две пятых. Так, после двух пятых идёт одна вторая. Потом три пятых. Я ничего не боюсь. Одна вторая. Потом три пятых. Что идёт после трех пятых? Две третих. Две третих. Потом четыре пятых. И потом одна пятых. Очень хорошо. Вот так. Смотрите. Смотрите, что у нас происходит. Я уже дошёл до пятого ряда творения. Сейчас надо взять другой какой-нибудь цвет белый. Например, синий. И разобраться, где же на этой моей измечательной картинке расположены дроби со знаменателем шесть. Это надо взять одну треть и разделить её пополам. Это один с половиной получится. Так, значит, как разделить одну треть? О, слушайте. Шестнадцать разделить на шесть. Шестнадцать разделить на шесть – это то же самое, что восемь разделить на три. Да? Да. Отлично. Восемь разделить на три – это две и две третьих. То есть, вот вам будет две шестнадцатых и две третьих. Вот здесь будет. Здесь будет дробь – одна шестая. Две шестых мы знаем, что это какое-то одно. Три шестых – это одна вторая. А вот пять шестых точно так же рисуется. Пять шестых – это вот здесь. Пять шестых. Отлично. Пишем шестой ряд дворей. Ноль первая. Одна шестая. Отчеркот. Одна четвёртая. По двятому. Да? Одна пятая. Одна третья. Две пятых. Одна вторая, три пятых, две трети, четыре пятых, дальше пять шестых, дальше одна первая. А вот дальше поверникает задача, которую я, конечно, все еще могу решить на этой схеме, однако, видите, чем дальше, тем более сложнее. Дроби со знаменателем семь. Их, на самом деле, довольно много, этих самых дробей со знаменателем семь. Я, конечно, сейчас тоже вам просто рисую, за счет чего у меня получается картинка? За счет того, что я сделал и в самом начале все разбил на шестнадцатое. Поняли, да? Теперь мне в этих шестнадцатых довольно легко считать. Что значит дробь со знаменателем семь? Шестнадцатых разделить на семь – это две целых три секунды. Поэтому я вот где-то здесь должен буду отметить одну седьмую. Четыре целых четыре секунды. Это будет примерно вот здесь, вот примерно здесь. Это будет трое. Две седьмых. Так, теперь нужно что сделать? Нужно три умножить на шестнадцать и делить на семь. Сорок восемь делить на семь – это почти что семь. Где у меня семь шестнадцатых? Вот семь шестнадцатых. Так, здесь будет дробь три седьмых. Ну и на самом деле симметрично надо отложить с другого конца. Где-то здесь вот будет дробь шесть седьмых. И так, к семи шестнадцатым симметричная дробь – это девять шестнадцатых. И вот здесь вот где-то будет дробь четыре седьмых. Обратите внимание, тоже вот, а нет, пять седьмых я забыл. Пять седьмых – это будет чуть-чуть больше, чем одна четвёртая. Значит, соответственно, чуть-чуть меньше, чем три четвёртых, да? Я забыл вот здесь вот где-то дробь пять седьмых. Обратите внимание, если так посмотришь, то тоже видно, что эти вот отрезки, они примерно одной длины. Так что у меня пока что всё это без ошибок. Выписываю, значит, господа, в некоторый момент вы должны сказать, что увидели, что знаете. Потому что я, конечно, упорный. Я, конечно, могу так и до шестнадцати писать, и дальше. Но лучше, если вы увидите, что есть какой-то простой-простой, замечательный способ не мучаться с рисованием вот этого отрезка, а сразу выписывают приотворение. И если присмотреться, это так он уже видно. То есть, повторяю, я, конечно, буду писать дальше. Конечно, я буду ждать, пока вы догадаетесь. Но возможность догадаться у вас уже есть. Значит, итак, я сейчас, основываясь на той схеме, говорю, что одна седьмая меньше, чем одна шестая, которая меньше, чем одна пятая, которая меньше, чем одна четвёртая. А вот дальше, понимаете, между одной четвёртой и одной третьей какая у нас есть? Две седьмых. Две седьмых. Совершенно верно. Значит, вот я сюда и вписываю. Две седьмых. Дальше одна треть. Две пятых. Между двумя пятыми и одной второй. Вот, пожалуйста, посмотрите. Посмотрите. Две пятых и одна вторая. Две седьмых. Да, три седьмых. Здесь расположена дробь, три седьмых. Хорошо. Дальше идёт одна вторая. Дальше четыре седьмых. Ребята, а, может быть, хотя бы сейчас вы разрешите мне уже не смотреть на ту часть доски, скажите, какая есть замечательная связь между левой и правой частями ряда творения? Вот проследите. Вот здесь вот, на самом деле даже здесь уже есть. Как, какая есть смета? Да? Что с левой стороны всегда. Ну, на самом деле, если смотреть на вторая. Давай привык, смотрите. Вот есть сцена. Одна вторая. И что слева и справа от этой дроби? Смотрите, внимательно. Не понимаете? Ой, я отбился. Да. Нет, я отбился, потому что я здесь просто неправильно написал. Кстати, вы уж не зря меня не поправили. Три четвёртых, четыре пятых. На самом деле, я должен обязательно здесь написать обе дроби, а это чинить просто три четвёртых. Истинно, так вот своя ошибка, Танюша. Давай не помню. Да? Так, от середины снизу идут одинаковые числа. Да. А сверху идут тоже одинаковые числа, только нет. Они внизу будут знаковые, а сверху разные? Объясните кто-нибудь. Скажи, что числитель. Внизу они одинаковые? Знаменатели. А сверху? Числители. В сумме дают. Да, да, говори. Может быть, что внизу там... Как они? То, что, по-моему, вот эти вот верхние... Числители. Да, числительные в сумме, они получаются ненавидными? Конечно. Конечно. Господа, неужели это сложно? Неужели это сложно? Три четвертых и четыре седьмых. Ой, три седьмых и четыре седьмых. Три плюс четыре, это седьмых. Вот она, седьмая. Значит, здесь что будет? Вот здесь у нас дробь две пятых. А здесь что будет у нас? Три пятых. Три пятых. Здесь у нас одна треть. А здесь что будет? Две трети. Две трети. Здесь две седьмых? Три седьмых. В сумме единицы. Здесь одна четверть, одна пятая, одна шестая, одна седьмая, ноль первых, одна первая. Вот так просто записать вторую половину ряда фарея, если знаешь первую. Ряд фарея обладает такой замечательной симметрикой. Дроби, которые одинаково расположены относительно середины, в сумме дают единицу. Хорошо. Следующий ряд написать очень легко, потому что добавится, дробится, знаменательный поиск. А все восьмишки у нас на этой схеме уже показаны. Согласны? Отлично. Я не полеглюсь это делать. Восьмой ряд фарея. Ноль первых, одна восьмая, одна седьмая. Так, ребят, вы, пожалуйста, диктуйте мне, когда впервые будет необходимость писать дробь, знаменательный поиск. Вот здесь вот уже было, одна восьмая. Здесь одна четвертая, это две восьмых, да? Дальше. Две седьмых, одна третья, дальше. Одна третья, две пятых. Где одна третья? Девочка запуталась. Где одна? Вот одна третья. Где две пятых? Вот две пятых. Между этими дробями расположена дробь? Три восьмых. Жалко, что вы не успели, что я не первый. Посмотрим дальше. Кто будет раньше открывать? Я ее. Значит, две пятых. Дальше что у нас? Три седьмых. Три седьмых. Одна вторая. Одна вторая. Девять шестнадцатых. Нет, почему? Четыре седьмых. Три пятых. Четыре пятых. Меньше. Опять не задаляйтесь. Пять пятых. Три пятых. Вот они в каратфике. Где у меня три пятых. Вот они в каратфике. Три пятых. Вот они в мерое этих. Между ними пять восемь. Значит, я обязательно должен сейчас подписать пять восемь. Кстати, есть тот запустил, доход эйфория от еще не сформулированных. То есть самое интересное... Так, и книжку, и пантерну, пожалуйста. Побери книжку, потому что это, конечно, легко выгибнуть. Сейчас ты прочитаешь этот параграф и нам все скажешь. Но лучше догадаться вместе со всеми. Все эти книжки полезно читать, но когда решают задачи, нужно именно решать, а не списывать. Значит, итак, три пятых, пять восьмых. Дальше что? Три восьмых. Две, три, три, пять, семь. Четыре пятых. Почему? Три четвертых. Четыре пятых. Дальше. Четыре пятых. Четыре пятых. Четыре пятых. Четыре седьмых. Хорошо. Семь восьмых. Семь восьмых. Семь восьмых, если что-то верно. Пятнадцать. Дальше. Одна первая. Одна первая. Давайте посмотрим, какие дроби добавились. Вот они. Одна восьмая. Одна восьмая. Вторые восьмых. Одна восьмых. Пять восьмых. Четыре восьмых. Четыре. И семь восьмых. Четыре восьмых. Господа, разумеется, я могу и дальше, и нажать вперед, время, сообразить, где на доске расположена одна девятая, две девятых и так далее. Но это уже будет малоспособление действия, потому что по совести вы уже можете это сообразить. Вы можете сейчас, уже написали 8 первых рядов фарея, вы можете увидеть замечательную, красивую фокономерность, которая позволит нам выписать следующий ряд фарея не так вот сделанную и разглядную эту картину, а так. Просто глядя на 8 ряд фарея, мгновенно написать девятый. Ищите законы. То есть я уйду и, пожалуйста, вы смотрите на доску. Разглядываем, ищем закономерность. Может быть то, что это в восьмом ряде, в отличие от седьмого нижнее число. Ну это в начале. Это в начале-то понятно, что там дроби с числителем 1. А вот интересно, в середине что? Обалдьё. Давай говори. Всягри, а правда раньше, да. Ну это конечно. Начинается на 0 пехов, заканчивается на 1 пехов. А цены это одинаковые. Это всё, конечно, ребята. Но мне-то интересно, куда вставится дробь 1 девятая, куда 2 девятых, куда 4 девятых. Да, куда? Я думаю, что одна дробь, следующая дробь, дробь больше, чем... Конечно, ряд фарея, это дроби, выписанные в порядке возрастания. То есть, несократимые дроби. Понимаете все, что они несократимые? Когда числитель и знаменатель нельзя разделить на одно и то же число. Сегодняшнее занятие начиналось с того, что, когда мы выписываем на какую-то дробь типа 20-46, то можно сократить числитель и знаменатель на одно и то же число. И это будет то же самое, что 10-20-3. Так вот, 10-20-3 это не сократимые дроби. А 20-46 сократимые. Ну, не обязательно на двойку, бывает, на каком-то другой натуральном числе. Итак, выписываем несократимые дроби в порядке возрастания. То есть, начиная с числа 0, ну, для единобразия мы пишем 0 и 1, и заканчивая единицей, которую тоже мы пишем в виде дроби, как 1 и 1. И вот все числа от 0 до 1, рациональные, то есть у которых есть числитель и есть знаменатель. Они не сокращаются. Да, да, да. Все несократимые дроби мы выписываем, у которых знаменатель не превосходит данного числа. То есть, если пятый ряд дворей, то знаменатель не может быть больше дроби. Если третий ряд дворей, знаменатель не может быть больше дроби. Итак, прошу. Надо видеть церковь. Я советую делать такую вещь. Каждый раз смотреть на дробь, которая вставляется. Вот, например, когда вы писали пятый ряд дворей, то вставлялась дробь. Одна пятая, две пятые. Три пятые, четыре, четыре пятые. Вот такие четыре дроби. Надо посмотреть на их соседей и увидите простой закон. Хорошо. Может быть, то, что они будут после весна, то, как, например, у вас показали, что семерина идет, ну, например, только четверка, ну, и может... Все гораздо легче. Следующий. Надо искать момент. понять, как легко найти место для одной девятых, двух девятых, четырех девятых, для пяти девятых. Для всех песен, знаете ли, девятых девятых, а для этого надо разглядывать предыдущие ряды дворей и смотреть, по какому же правилу вставлялась очередная дробь. Пожалуйста. Может быть... Мне кажется, что девятая должна быть тут, и вот тут, потому что восемь стали, потому что три получается из-за двух, и одна, вот восьмерка из-за пяти. И вот три восьмерки стоят, потому что сумма вот этого, вот этого получается три, а вот этого числа, вот этого получается восемь. У меня какое-то предложение такое. Возьмите мелкие и поставьте черточки в тех листах, где, по вашему мнению, должна вставиться одна девятая между ними. Одна девятая – это очень маленькая. Так, где? Только давайте так, чтобы вы не сможете потерять фаре, давайте черточка будет вылезти. Так, вы думаете, что здесь одна девятая? Где по вашему… Нет, не надо писать. Все, черточку поставили, все. Где две девятые? По вашему закону. Рассказали, что есть вопрос. Дело в том, что я не очень понял, какой закон вы сформулировали. Пожалуйста, пожалуйста, подходите. Ну, не нужно сформулировать. Нет, на первую черточку правильно поставили вообще. Не надо будет уйти в реакцию. Для одной девятой наше место замечание. Это для какой тропы? Для двух девятых. Для двух девятых. Хорошо, посадитесь. Давайте мы посмотрим на эти тропы. Две девятых и три седьмых. Давайте подумаем, какая единица больше, какая меньше. Две девятых и три седьмых. Вообще, к какому правилу сравнивают лодки? Чтобы сравнить две тропы, их надо поместить в общий знаменатель. Какой общий знаменатель, если один девять, а другой семь? Шои? Шестьдесят три, конечно. Шестьдесят три делятся и на девять, и на семь. Так, шестьдесят три, это означает следующее. Мы здесь девятку умножили на семь. Сколько получается в четыре, когда двое умножили на семь? Сколько? Четырнадцать. Четырнадцать. А здесь, чтобы получить шестьдесят три, семь умножили на девять. Три умножить на девять, сколько будет? Двадцать семь. Двадцать семь. Скажите, пожалуйста, что больше? Четырнадцать или двадцать семь? Двадцать семь. Говорите, говорите. Два двадцать семь. Четырнадцать. Четырнадцать. Три. Четырнадцать или двадцать семь? Больше, да? Четырнадцать. Четырнадцать. Круто. Ребята, истинные сыновья Медведева Путина, да, это замечательно. Говорят, на самом деле это очень сильное удар, потому что я-то вам о гробях, я-то вам о сложных вещах, а вы-то мне о том, что 14 больше, чем 20. 20 больше. Нет, 20. 20 больше. Это настоящая новая семья, да. Все-таки давайте одумаемся, а, ребят. 20 больше. 20 больше. 20 больше. 20 больше. Да, нет, все, большинство глазов уже отличились по 20-70 больше. То есть, ребят, честное слово, 14 меньше, чем 27, и поэтому в вашей идее поместить 2 девятых после трех седьмых неправильная, на самом деле, ни сюда, ни шерсть, ни девятых. Ищите. Ищите место для двух девятых. Да, пожалуйста, пожалуйста, надо выйти после арестования. Так, у вас вообще вышло в гости два человека. Почему вы не можете каждый нанести свою черту? Ребят, почему вы начинаете друг на друга смотреть? Здесь что-то, да, тут 2 девятых. Здесь 2 девятых, да? Ага. И, соответственно, вы сейчас оба так считаете, да? Да. Отлично. Садитесь там. Вот, давайте, привет. Значит, вы говорите, что 2 девятых расположено после 1 пятой. После 1 пятой и перед 1 четвертой. На самом деле, вы абсолютно правы. Кстати, можно я сразу объясню вам, как нужно было быстрее сравнивать? Посмотрите, что такое 27? 27, это на самом деле 3 умножить на 2. 3 умножить на 2. Что такое 14? 14, это на самом деле 2 умножить на 7. Правильно? Да. Это правило очень простое. Когда сравниваешь 2 девятых и 1 четвертой, на самом деле надо сравнить 2х4 и 9 умножить на 1. Понятно, что 2х4 это 8. Так, давайте я здесь подробно напишу. Хотя вообще уже пора это не делать. 2х4 это 8. А здесь тогда приводишь вспоминательное дерево, что там происходит? Приходится. Что вы так делаете? Так вот, здесь получается 9 делить 6. Получается, повторяю, вы вырастете. Это очень плохо. В прошлый раз, помните, да? Я наделся молодой человек, когда на нем все время играл, играл, играл. Надо понимать, что детский сад остался уже в прошлом. Даже не в каждом детском садике такие игры, что стулок, черно-челк. Вот, аж тем более. Тем более здесь. 8 делить шестых меньше, чем 9 делить шестых. Замечательно. Значит, этот знак не разница будет и гроза. На самом деле здесь то же самое. Здесь 5 вторых. Ой, извините. 5 и 2. 5 и 2 на 2 умножить получается 10. А здесь 1 и 9 на 2 умножить получается 9. Если подробно расписывать, это будет так. Одна пятая, это у нас 9 в 45. 9 меньше 10, а 10 в 45, это как раз и есть 3 вверх. Таким образом, оба этих знака доказаны. И вы молодцы. Вы нашли место для 1 и 9 и для 2 и 9. Кстати, сразу можно показать, где 8 и 9. Кто-нибудь покажет? Можете? Давай. Для 8 и 9? То есть вот этот закон так же не поняли еще? Я поняли. Давай покажи. Я тоже могу. Сейчас пока. Где 8 и 9? Опа. Давай. 8 и 9 не здесь. Правильно. Здесь 8 и 9. А где 7 и 9? 7 и 9. А 7 и 9 здесь. Правильно. 7 и 9 здесь. Здесь. 8 и 9. Здесь. 4 и 9 неинтересно. Это знак есть? А 4 и 9? Интересно. А где? 4 и 9. А где? 4 и 9. меньше, чем 4 и 9. А это меньше, чем 1 и 2. Давайте смотреть. Сначала слева. Здесь мы, конечно, считаем 63-х. Так. 63 мы считаем. Что такое 3 седьмых? 3 седьмых. Это на самом деле 7 и 63-х. 4 и 9 неинтересно. Очень интересно. А здесь 4 и 9. Надо 7 умножать 4 через номинацию. Получается 28. Так, господа. Как у нас со сравнением чисел? Что больше? 27 или 28? Снова с двоих. 28. Фантастик. Это у нас 4 и 9. Это у нас 3 седьмых. Вот это вот неравенство я доказал. Ну, мне кажется, что здесь совсем понятно. Ребята, неужели вы не понимаете, что половина от 9 до 4 с половиной? Поэтому, чтобы было равенство, должно быть 4 с половиной. Нет, я, конечно, могу и стандартную область, но мы все объясним. Значит, 4 и 9 это сколько в 17? Это 8 и 17. А 1 вторая, это сколько в 18? Так, согласны? Да. 8 в 18 меньше, чем 9 в 18. Отлично. Оба неравенства верны. Поэтому, действительно, по 4 гелиардах расположены здесь. Может, покажите мне, где будет 5 гелиардах? Давай. Ну, давайте, девочки, стоять. Взять и провести такой же четвертый. Ох. Вот, ребята, есть. Давай. Вот, да. Да, да. Спасибо. 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 Вот, ребята. И, ребята, все еще не увидели, каким замечательным свойством обладают соседи. Вот когда вы вставляете дробь 7,9, неужели вы не видите, как из 3,4 и 4,5 ее легко получить? Что надо сделать, чтобы получить 7,9 из вот этих вот двух дробей? Да? Верхние числи надо сложить, тогда получится 7, а мидр, если честно, то получится 9. Конечно, молодец. Ребята, это называется медианта двух дробей. Давайте запишем определение. Это очень важная, очень хорошая штука. Медианта. Это от будущего дня осталось, поэтому это через этапе не будет, как они не возникали. Медианта. Дроби. А разделить на В и С разделить на Д. Это дробь. А и С разделить на В и Д. Вы должны отдельно сложить числители. Вы должны отдельно сложить числители. Так вот, совершенно замечательный закон Парея. Давайте я его сформулирую, а вы его откровите. Закон Парея. Закон Парея. Любая дробь ряда Парея. Ну, имеется в виду, что медианта, кроме самой первой и самой последней, потому что, ну, про них это бессмысленно, у них соседней. Это медианта ее соседей. Закон замечательный тем, что любая, совсем умая, не только те, которые вставляются новые. Любая дробь ряда Парея, медианта ее соседей. Давайте к нем пальцам произведем место. Вот, например, одна четвертая. Почему она является медиантом? Господа, складывайте, пожалуйста. Один плюс два, сколько будет? Три. Двенадцатых и одна четвертая. Это одно и то же или нет? Да. На три можно сократить числительный длиннадцатый. Три двенадцатых, это одна четвертая. Сейчас, пожалуйста. Ну, те, кто смотрит запись, на них очень просто. Надо остановить запись, там, где был ряд Парея, и просто смотреть подряд, да? А еще лучше себя на машину переписать. Те, кто сейчас пласят себя с продажей. Не вольное место смотрите и приедете. Не дебать в любой местах. Отлично. Теперь, нет, нет, держа, надо. Складывайте. Четыре плюс пять, имеете? Да. Девять. Семь плюс восемь. Пятнадцать. Девять, пятнадцать. Девять, пятнадцать. Сократить на тренинг. Сократить на тренинг. Сократить на тренинг. Все понимают? Да. Видите, в какой другой местах. В любой другой. Так, отлично. Складываем. Четыре плюс шесть. Десять. Десять. Пять плюс семь. Двенадцать. Десять и двенадцать. Пять, шесть. Да, пять, шесть. Последний попуток. Необязательно в этом лидере, можете предыдущить. Любой ряд щитит, гните место, куда хотите. В любое место. Быстрее. Так, замечательно. Одна вторая, да? Смотрите. Два плюс пять. Сколько будет? Два плюс три, видите? Пять. Пять плюс пять. Десять. Пять десяток, это одна вторая. Отлично. Складываем. Один плюс один. Два. Два. Семь плюс пять. Двенадцать. 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 Господа, две двенадцать, это одна шестая. Все правильно? Еще какое место? Дробь, что-то, чтобы виды вот. Так, складываем. Один плюс один, два. Четыре плюс три, семь. Отлично. И последний астан. Так, то же самое. Два плюс один, три. Пять плюс два. Семь. Семь. Все зависит. Господа, можете я дальше? Ну, 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 видно, да? Да. Потому что сами для себя, можно, любое место найти, проверить. Ребята, я не хочу сейчас доказывать эти свойства. Дело в том, что они начнут ждать формулы, а все-таки положительные решения очень не готовы. Поэтому давайте у нас, у нас это свойство пройдет сегодня без доказательств. Закон мы сформулировали, проверили. Но, что мы сейчас сделаем, это вот что. Девятый ряд дворей мы в существенном писали, правда? Давайте мы сейчас сделаем следующее. Возьмем и напишем. Десятый, одиннадцатый, двенадцатый, двенадцатый ряд дворей. Я хочу, чтобы вы их реально видели и поняли, что они были, как шлифы, которые я сейчас буду выписывать. Вы, пожалуйста, за мной следите и успевайте переписать. Значит, поехали. Прямо идем, как восьмой ряд написан. Моя цель сейчас написать девятый ряд дворей. Девятый ряд дворей. Для этого надо просто вставить сюда в правильную образцу, где дворей. Итак, ноль первых. Дальше что? Одна девятая. Одна девятая. Одна восьмая. Молодцы. Одна восьмая. Одна седьмая. Дальше. Чесвёртая. Нет, не вверх. Две девятых. Две девятых. Одна четвёртая. Одна четвёртая. Две седьмые. Две седьмые. Одна третья. Одна третья. Три восьмых. Дведья. Попозит. Дведья. Дведья. Сколько? Дведья. Три седьмых. Дведья. Четыре девятых. Одна вторая. Одна вторая. Дведь девятых. Дведь девятых. Четыре седьмых. Четыре седьмых. Три пятых. Пять сосьмых. Две третих. А? Две третих. Две третих. Две третих. Семь десятых. Семьсот. Пять седьмых. Ой, какие семь десятых? Ничего. Две трети, как вы дошли сюда. Здесь что будет? Три седьмых. То есть пять седьмых. Здесь будет пять седьмых. Дальше что будет? Пять седьмых. Три четверти. Дальше. Семь пятых. Семь пятых. Четыре пятых. Четыре пятых. Пять шестых. Пять шестых. Шесть седьмых. Шесть седьмых. Семь восьмых. Восемь девятых. И одна первая. И одна первая. Отлично. Успели записать? Не надо сидеть просто так же. Ребята, те из вас, возможно, считают, что они слишком умные для этого. Рано или поздно вдруг поймут, что все вас уже помогают. Надо не лниться. Реально написать. Вне зависимости от того, какой лицо. Взять и написать это прямо. Вот. Сейчас. Давайте сделаем просьбу. Поймем, куда вставляются троги со знаменателем десять. Наметим данные места. Потом наметим места театровей со знаменателем одинности. Потом, я просто уже, знаете, уже поряд большой, поэтому я немножко не хочу в лишний раз написать. Так, кто покажет, куда вставляется одна десятая, три десятых. Пять десятых, это одна вторая, поэтому неинтересно. Так, одна десятая, отлично, все правильно. Где три десятых? Так, замечательно, молодцы. Четыридесятых. Четыридесятых, две пятых, это неинтересно. Пять десятых. Пять десятых, одна вторая. Вот, вот, вот. Семь десятых, это неинтересно. Нет, и здесь. А где на самом деле? Надо, чтобы сумма числителей равнялась семь. И сумма, вот, молодец. Семь десятых, это вот здесь. И девять десятых. Последний удар. Нет, не здесь. Не здесь. Девять десятых, конечно. Спасибо. Ну что, молодцы. Значит, давайте я аккуратно скажу. И так, потому что ноль плюс один, это один. Один, это девять, это десять. Здесь у нас, господа, три десятых. Здесь семь десятых. И здесь девять десятых. Так, ребята, конечно, надо было бы сейчас переписать этот ряд, но время шелка. Давайте сделаем так. Возьмем синий мел. Кто-нибудь может показать, куда впишутся тропи со знаменателем одиннадцать. Одиннадцать число простое. Они уже были. Одиннадцать число простое. Поэтому работы сейчас будет довольно много. Одна одиннадцатая, две одиннадцатые, три одиннадцатые. И так будет в десяти одиннадцатых. Для каждой из этих тропей нужно будет синим мелом показать ее место. Одиннадцатый. Кто смелый? Кто смелый? Хорошо. Они везде за что-то? Не верно. Не верно. Во-первых, у вас роста хватает, чтобы их повыше. Там девочки у них сильно меньше роста, и они сегодня показывают. Не здесь, не правда. Одна одиннадцатая меньше одной десятых. Одна одиннадцатая будет вставлена вежу. Да, правильно. Одна одиннадцатая будет здесь. Где две одиннадцатые? Ну что, можно понять? Ну, бежит так и все. Где две одиннадцатые? Сумма числительного равня. Сумма. Да, пожалуйста. Как тип? Да, замечательно. Две одиннадцатые здесь. Где три одиннадцатые? Так, синий мяло только по два, а помогать ему можно синий. Нет, не отдавайся. Две одиннадцатые. Хвальцем покажи, только что вы. Конечно. А синий мяло будет нарисовать. Отлично. Три одиннадцатые. Где четыре одиннадцатые? Ну, не здесь же. Вот та же самая черта, но буквально несколько миллиметров. Вот здесь давайте. Не мешайте здесь. Да. У нас здесь может быть человек с символом власти. Заметьте, символ власти в разных местах – это разные вещи. Вот, например, сейчас у нас власть сосредоточена в пуске синего мела. Правда? Да. Вот все они никто в сравнению с обладателем пуска синего мела. А чем плохо президентский знак, а? Кто-то, кого синего мела, кто-то и не начальник. Здорово. Что все неправда? Что все неправда? Вы десять одиннадцатых не показали. И девять одиннадцатых не показали. Да, вот девять одиннадцатых здесь. И где десять одиннадцатых? И где десять одиннадцатых? Я знаю. Ну, неужели? Ну… Скажите, помогите. Где десять одиннадцатых? Не здесь, вот здесь, да. Да, да, да. Спасибо, спасибо. Все молодцы. Действительно, ровно в этих шестнах. Я боюсь, что уже будет плохо видно, поэтому давайте сделаем так. Так, я все теперь пишу. Одиннадцатая я творея, я все теперь пишу. Ноль те, одна одиннадцатая, одна десятая, одна девятая, одна восьмая, седьмая. Очень прошу вас, пихать, успеть это сделать. Одиннадцатая я творея? Да. Одна седьмая, одна шестая, две одиннадцатых, одна пятая, две девятых. Я уже вынужден это мельчить, потому что иначе точно не летит. Одна четвертая, три одиннадцатых, так, 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 три одиннадцатых, две седьмых, вот, три десятых. Заметьте, десятые годы нельзя сбывать. Одиннадцатых, три десятых, одна треть, четыре одиннадцатых, три восьмых, две пятых, три седьмых, четыре девятых, пять одиннадцатых. Один из законов фарея у нас все еще не сформулирован. Одна вторая, шесть одиннадцатых, пять девятых, четыре седьмых, три пятых. Я сейчас переписываю. Пять восьмых, семь одиннадцатых, две третих, две третих, семь десятых, пять седьмых. Добои, что не летит. Восемь одиннадцатых, три четвертых, я дошел уже сюда. Семь девятых, четыре пятых, девять одиннадцатых. Придется переносить девять одиннадцатых, потом пошли пять шестых, шесть седьмых, семь восьмых, восемь девятых, девять десятых, десять одиннадцатых и одиннадцатых. Господа, ну давайте так, мы все-таки еще раз делаем то же самое, но тринадцатый ряд, я писать жюнь. Прошу, дроби со знаменателем двенадцать. Берите красный, не ловите? Красный. И покажите, куда они будут всталки. Одна двенадцатая, не вверх. Молея пройдется, да. Одна двенадцатая, отлично. Две двенадцатых, одна шестая, неинтересно. Три двенадцатых, одна четвертая, тоже неинтересно. Четыре двенадцатых, когда одна третий, тоже было. Пять двенадцатых. Пять двенадцатых, это чуть-чуть меньше, чем одна вторая. Надо вот там, где-то около одной второй, найти место, где сумма числителей будет равна пяти. И сумма знаменателей будет равна двенадцати. Забыл уже? Нет. Пять двенадцатых не здесь. Пять двенадцатых здесь, да. А там какая дробь, где только что-то показывали? А там будет шесть двенадцатых. Шесть двенадцатых. Правда. Шесть двенадцатых, это одна вторая. Семь двенадцатых. Это семь двенадцатых, да. Так, семь двенадцатых. Восемь двенадцатых сократимая третий. Интересно. Господа, девять двенадцатых тоже сократимая. Десять двенадцатых тоже на двойку сократимая. Вопрос, где одиннадцать двенадцатых? Правильно. Одиннадцать двенадцатых в самом деле. Все, все садимся. Спасибо. Все открылись. Это с одной стороны. А с другой стороны сейчас нужен герой, который возьмет кусок зеленого. Дело? И ответим дроби со знаменателем тринадцать. Одна тринадцатая. Все успеваем перерисовать. Одну тринадцатую уже показала. Это не все сразу. Ребят, иди сюда. Две тринадцатых. Найдите место. Две тринадцатых. Две тринадцатых. Ищем, чтобы сумма на знаменателе равнялась тринадцатой. Нет, нет, не здесь. Дальше. Устите человека с символом власти. Устите на части. Устите человека с символом власти. Устите человека с символом власти. Да, да, да. Так. Так, отлично. Уститься. Уститься. Следовательно. На этой линии... ... Тринадцать должна быть сумма. Смысл простой. Вот здесь сколько? Две тринадцатых. Три тринадцатых. Четыре тринадцатых. Пять тринадцатых. Шесть тринадцатых. Садитесь, садитесь. Семь тринадцатых. Восемь тринадцатых. Девять тринадцатых. Десять тринадцатых. Здесь у нас одиннадцать тринадцатых. И здесь, наконец, с этой красной тропы будет двенадцать. Отлично. Мне жалко времени на то, чтобы переписывать целиком заходы. Рядом. Посмотрите, что я от вас хочу. Я хочу, чтобы вы сейчас, разглядывая все предмитареевы, сформулировали вы закон, которому удовлетворяют любые две соседние тропи ряда фареев. Оказывается, что не только для трех подряд идущих, но и для любых двух подряд идущих тропей, пожалуйста, найдите. Это опять задача на поисковых номер. Мы уже очень много ряда написали, поэтому я уверен, что больше не надо. То есть, смотрите, один закон уже будет сформулирован. Вот любая дробь. Если угодно, я могу его переписать еще по-другому. Если есть три подряд идущие дроби, то верна вот такая замечательная формула. Эту формулу мы не доказали, но для очень многих чисел, для очень многих рядов, вы посмотрели и убедились, что ну действительно так. Конечно, это не заменяет математического доказательства. Пройдет пару лет, и я вам обязательно расскажу. Ну а сейчас разговор не о том. Сейчас нужно найти еще какой-нибудь, между прочим, даже более простой. Закон, который формулируется в следующем области. Так, клиенту, я думаю, что все уже запомнили. Отдельно надо заложить числителя, отдельно три раза. Закон формулируется совсем не мудренно. Если есть две подряд идущие дроби, вот тоже такой фарея, но только другой. Итак, пишем. Если две последовательные дроби ряда фарея, то, а вот дальше должна быть форму. Для двух подряд идущих дробей. Я эту доску сейчас задвину. Я эту доску сейчас задвину. И вы уж у меня, пожалуйста, сами догадаетесь. Столько времени, сколько надо, я буду ждать. Сейчас все в одинаковом положении. Надо разглядывать пару соседних травин. Например, вот четыре девятых и пять одиннадцать. Какой есть закон? Какое есть правило? Какое есть соотношение на числа? Четыре, девять, пять и одиннадцать. Или другая пара соседних дробей. Семь одиннадцатых и две третьих. Или две пятых и три седьмых. Или пять седьмых и три четвертых. Здесь очень много рядов. Смотрите на любой из них. У вас они все в тетрадях выписаны. Смотрите на пары соседних. И ищите закономерности. Любые две соседние дроби. Смотрим. Сначала на одну пар. Думаем. Формула должна быть какая-то такая. Считаешь, что с численность там кто-то сделал, и получится там кто-то. Никаких сложных действий там нет. То есть ничего неизвестного вам применять не надо. Только стандартные технические действия. Какие борьбы бывают технические действия? Сложение, умножение, дата. Нет. То есть технические действия я и без вас знаю. Сложение, вычитание, умножение, деление. Ничего кроме этого используется не надо. В начале всегда идёт 6 плюс 1 получается 7. Это только в самом начале. Это только в самом начале. В середине это совсем не так. Вот здесь вот у нас идут 3 седьмых и 4 девятых. А закон должен выполняться всегда. Слушайте, закон должен выполняться для любых. Вот 5 седьмых и 8 одиннадцать. Что вы можете сказать про эти две трети? Или 3 четверти и 7 девятых. В математике закон должен быть абсолютно правильным. Идея, что он вначале выполняется, а потом нет, совершенно не работает. Что, да? Что, да? Я думаю, что... Нет, бездумно. Надо выйти и показать. Если вы придумали, то вы очень легко покажете и все убедятся, что... Понимаете, настоящее открытие замечается тем, что как только оно слышно, то все понимают, что это и так должно быть. Да. 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 Здрасте. А почему именно на 3? А в другом месте насколько нет? Я не думаю только. Вы не придумали. Садитесь, думайте. Ничего плохого в том, что вы сейчас мгновенно о таком же думаете, нет. Любой человек, который занимался наукой, прекрасно понимает, что человеческий мозг вовсе не идеальный. Любой человек, который действительно когда-то всерьез о чем-то думал, понимает, что вы не всегда быстро догадываемся. Обычно всеми умными себя считают те, кто никогда в жизни ничего серьезного не делал. Только такие люди считают, что они сверхумные. Господа, разглядываем, какого-то пытаемся складывать, умножать, делать разные операции. С этими четырьмя числами. То есть каждый раз вы должны смотреть на 4 числа. Вот, берешь вверх, 1, 3, 4, 11. Что можно сделать с этими числами в любом месте? В третьем месте. Нет, я вам конечно скажу закон, если вы сами не догадаетесь. Но лучше, если вы догадались сами. Не говорите пока. Да, не надо. АПЛОДИСМЕНТЫ Громче. Вы сэроном. 5 на 5 будет 25. 4 на 8, 24. Молодец! И что? На 1 поотвечаются? Да. Так, давай проверим кругом вместе. Давай. 33. 33, а 4 на 8? Кто знает сколько у 4 на 8? 32. 32. Так, давайте, я показываю, а вы мне говорите произведение. 50. 50. 55. 33. 33. 32. 36. 36. 36. 36. Отлично. Всё, спасибо. Тогда мы можем записать этот закон. Спасибо. Если А разделить на В и С разделить на В. Две последовательные троги, рядыш, аллея. То ВС минус АД равняется единице. Это действительно совершенно замечательные два закона. Итак, каждая троги, рядыш, аллея, это медианта своих соседей. И для любых двух последовательных трогей выполняется вот такое вот разница. Я покажу вам, что из вот этого верхнего закона следует вот этот. Как ни странно, это довольно легко делается. Значит, смотрите. Пусть у нас есть три квадряда лучшие троги. А разделить на В меньше, чем С разделить на Д, меньше, чем Е. Я хочу сейчас объяснить вам, почему если верен вот этот закон, то верен вот этот. Оказывается, это сделается так. Применяем верхний вот этот закон к этим двум соседних трогям. Что у нас получается? Пожалуйста, все запишите. ВС минус АД равняется 3. Это понятно? Все записали? Нет. Давайте, пишите. Итак, пусть есть три квадряда лучшие троги. А разделить на В, С разделить на Д и Р разделить на Э. Тогда по вот этой вот формуле, собственно говоря, что она умная, она есть. У нас ВС минус АД это изменится. Смотрим теперь на вот эту пару соседних трогей. ДЕ минус СФ. Чему равняется? Чему равняется ДЕ минус СФ? Один. 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 Я же могу просто-напросто написать. ВС минус АД равняется ДЕ минус СФ. Повторяю. ВС минус АД равняется ДЕ минус СФ. Переношу АД направо, переношу СФ налево. Получится так. ВС плюс СФ равняется ДЕ плюс АД. Осталось чуть-чуть. Здесь вы нести С, получится В плюс Ф. Здесь вы нести Д, получится А плюс Ф. ВС минус СФ. Господа, если вы разделите обе части на В плюс Ф, получится С разделить на ДЕ, Если вы после этого разделите две части на В плюс Ф, получится, что С разделить на Д, это А плюс Е разделить на В плюс Ф. Это в точности есть формула, которая нам нужна. Разумеется, это не доказательство законотворения, потому что откуда берется вот эта формула, я, к сожалению, все-таки не могу ее объяснять, это понятно для четвероклассников. Но, мне кажется, вот, ребята, цель сегодняшнего урока была не в том, чтобы доказать, мне кажется, что это просто красивая закономерность. На самом деле, в математике есть многие десятки не менее красивых закономерностей, и просто если вы будете понимать, что это есть, то возникнет какое-то желание, надеюсь, выучить там алгебру, что там нужно еще, индукцию ту же самую, понять, что это такое. И рано или поздно поймете и доказательства. Главное, понимать, что окружающий мир подчиняется многим красивым закономерностям, в том числе, оказывается, дроби удовлетворяют такому счету.